Сейчас я расскажу, как я стал всё записывать. Это началось с поездки в Москву. С поездки в Москву у меня много чего плохого началось, очень много чего плохого. И это со... это... Нет. Первое, что у меня началось после поездки в Москву, это депрессия и ужасные рисунки. И компульсивное расстройство, что я стал всё записывать, всё записывать, всё записывать, всё записывать, всё записывать. Когда я иду по улице записывать, потому что я думал, что если я не записываю, то там кто-то на меня болеет. Зайлёт значит, да. А я альясток вытащил. Ага, записал. Аномальные люди. Там, короче, я пришёл в пиццерию к одной девчонке, она меня позвала. Она была пышных форм, как, знаешь, художника Семенкова и древнего мира, там, ну, первобытного мира, там, таких пышных форм. Она... ну, это красота, на самом деле. Художники изображали древних форм, древних художников изображали. В первобытном мире это была красота. Ну, такая... ну, короче, это... ну, приставил, да. У нас красивые дома вокруг. Ну, в общем, это... Она меня накормила пиццей, я там до отвала наелся. Ну, она работала в пиццерии, и она там ходила, курила с мальчиками. И я ей показывал свои картины, и что-то ей не понравилось. Я... мне позвонил один знакомый, который там... с которым я позвонился на ВДНХ, когда рисовал мулыками пейзаж. Там есть пейзаж такой морской. Я писал, там, Александр Лёвин, на тротуаре рисую. Там две девчонки стоят, смотрят. Ну, одна в меня влюблена была, возила на машине и кормила. А другая... у нее был друг. Ну, короче, это... Она купила... она окончила два института художественных в Полише, купила у меня мрачно эти картины. То есть... они представляют ценность с точки зрения тех, кто знает это. И еще ее подруга тоже. Покончил два института по искусству. Ну и вот. И, короче, мне позвонил вот этот чел, недавно знакомый. Я беру телефон, у меня тогда был маленький, разговариваюсь. Ну, просто хожу, разговариваю по кухне. И мне обещают, думаю, ну, как бы она там что-то делает. Потом я такой раз, поговорил с ним, ну все. И она такая, на меня, ну, обидевшаяся. Что-то, короче, такое. Не знаю. Ничего не произошло. И она такая говорит. Ты меня правда считаешь дурой? Че? Ты меня назвал дурой? Когда? У меня даже в голове не было. Ты по телефону разговаривая назвал. А, это дура со мной. Я думаю, че, блин, я просто был шокирован, как будто бы, я не знаю, как будто... Инно-планетяне спустились, там, и Луцифер появился на земле, там, гигантский, и стал ходить, там, знаешь, и Иисус. Я вообще, я так офигел, и у меня, короче, это, двинулась психика с тех пор. Всего час с женщиной, с девушкой. Истинность психика навсегда, и меня за это не избили, не ты, за то, что я вот снимал, у меня реально проблемы огромные в жизни были. Только у меня, и причем никому, никому от этого проблем не было, никому не будет, только у меня. Ну да, представляешь, блин. Представляешь, блин. Я стал с тех пор все записывать, чтобы доказать, я, я же сожалел, что я не записал разговор с тем чуваком, чтобы доказать. Но ей было бы пофиг, она бы сказала, не надо мне ничего показывать. Понимаете? Я теперь в последнее время стал лежиться, я избавился от всего этого. Ну, видишь, до сих пор не сдалось, все, замечаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!